Глобальное событие 20 века в России, революции войны, распад СССР, привели к тому, что многие наши соотечественники осели за рубежом. Далеко не всем удалось полностью ассимилировались на новом месте. Многие семьи добровольных и вынужденных эмигрантов поколениями сохраняют русский язык и традиции. Наибольшее количество выходцев села территории РФ проживает в бывших союзных республиках. Обсудим, как работает программа переселения из Молдавии в Россию и что она предлагает соотечественникам. Изменения в госпрограмме по переселению в РФ. Как правоприемница Российской империи и СССР, РФ считает себя ответственной за бывших граждан этих государств и их потомков, оказавшихся за ее пределами. 24 мая 1999 года был принят федеральный закон номер 99 ФЗ о государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом, определивший, как будет осуществляться эта политика и кто с юридической. Точки зрения считаются соотечественником. К ним, согласно закону, относятся выходцы из Российской империи, СССР и РФ, которых объединяют общий язык, культурные и исторические традиции, а также их прямые потомки по нисходящей линии. Бывшие граждане Российской империи, РСФСР, СССР и их прямые потомки. Жители республик, ранее входивших в СССР, которые остались на их территории и не получили иного гражданства. Граждане РФ, постоянно проживающие за границей. Помимо обязанности заботиться о соотечественниках, РФ принимает во внимание собственные демографические проблемы. Один из способов их решения – увеличение населения страны за счет лиц, имеющих одинаковый язык и менталитет с основной частью россиян. В связи с этим 22 июня 2006 года президент РФ подписал указ, который ввел в действие особый инструмент – государственную программу по переселению соотечественников в Россию. По началу срок действия программы был ограничен, но позже его продлили, а с 2021 года она стала бессрочной и будет функционировать до отмены. Преимущество участия в программе Участники получают немало преимуществ перед остальными иностранцами – упрощенный порядок приобретения гражданства. По общей схеме иностранец получает российский паспорт примерно за 8 лет, для участника программы этот срок сокращается до первого года. Он не обязан получать ВНЖ, сдавать экзамены по русскому языку, истории и законодательству РФ, возможность участия в программе членов семьи-переселенца. Правила допускают признание членами семьи лиц, не являющихся соотечественниками согласно ФЗ номер 99. Беспошлиный ввоз имущества переселенца в Россию, в том числе одного легкового автомобиля. Компенсацию расходов на переезд к месту жительства и перевозке багажа. Семье из трех человек возмещается сумма, потраченная на один пятитонный контейнер, если семья больше на два. Выплату солидных подъемных при переселении в приоритетные регионы – Бурятию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Иркутскую, Магаданскую, Сахалинскую и Еврейскую автономные области. Выбравшие для проживания регион из этого списка получат 240 тысяч рублей на участника и по 120 тысячам рублей на каждого члена его семьи. Упрощенное трудоустройство, медицинское обслуживание и получение образования сразу по прибытии на тех же условиях, что и для граждан РФ. Существуют и другие преимущества, например, социальная защита. Условия участия в программе. За получением российского гражданства вправе обратиться любой иностранец. При определенных условиях он даже может претендовать на упрощенный порядок. Однако для участия в программе переселения соотечественников следует соответствовать ряду строгих требований. Требования к претендентам. Кроме того, что соискатель должен соответствовать установленным ФЗ номер номер 99 критериям понятия соотечественник, он обязан достичь совершеннолетия, в программе могут участвовать лица, которым Исполнилось 18 лет. Быть дееспособным. Владеть русским языком. Уровень владения определяется на собеседовании. Иметь профессию, которая востребована в предположительном регионе проживания. Вместе с участником в Россию могут переехать и члены его семьи. К этой категории относится брачный спутник. Дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой соискателя. Родители претендента и его супруги, супруга. Родные братья, сестры соотечественника и его жены, а также их дети, даже усыновленные или находящиеся под их попечительством. Бабушки, дедушки и внуки. Любой совершеннолетний член семьи переселенца, кроме брачного спутника, может участвовать в программе самостоятельно. Алгоритм переселения соотечественника в Россию. Чтобы переселиться в РФ по программе, соотечественник должен придерживаться определенной последовательности действий, которые включают в себя выбор региона России. Сбор документов для участия в программе. Подачу заявления. Получение свидетельства участника. Оформление необходимых для переселения документов. Переезд. Кстати, можно ходатайствовать о выдаче разрешения на временное проживание в посольстве РФ в Кишиневе и переехать после его получения. Легальный въезд в Россию. При пересечении границы необходимо заполнить миграционную карту с указанием цели поездки частная. МК понадобится для совершения дальнейших действий, поэтому ее нужно сохранить. Проставление отметки о прибытии в местном отделении ГУВМ МВД, бывшая ФМС. Подачу заявки о постановке на миграционный учет в течение следующих семь дней. Основание въезд соотечественника в РФ. Отрывной талон тоже следует сохранить. Подачу заявления о выдаче РВП. Если оно было оформлено еще в Молдавии, отметку об этом поставят в паспорте в течение пяти дней. Особенности выбора региона. Выбор региона – ответственный этап переезда в Россию. Для начала стоит изучить актуальный список регионов, которые участвуют в госпрограмме переселения. Критерии региональных программ могут отличаться условиями для соискателей, уровнем льгот и гарантий, спросом на профессию, которой владеет претендент. Наличием возможности получения льгот на приобретение жилья и т.д. После получения свидетельства участника программы уже не получится сменить регион. Если обстоятельства жизни вынудит переселенца изменить место жительства, предварительно следует подать заявку в орган ГУВМ – подача заявки на участие в программе. Поскольку инструмент разработан исключительно для соотечественников, нужно документально подтвердить соответствие ее критериям. Очень серьезно следует отнестись к сбору документов, ведь именно по ним принимается окончательное решение. Ошибки могут помешать переезду в Россию. Пакет документов. Для подачи заявления на участие в программе переселения следует заполнить текст заявки на русском языке, приложить два фотографии 3,5 на 4 см 5 мм, а также оригиналы и копии, удостоверения личности. Заявители и всех членов его семьи, включенных в заявку. Документов, подтверждающих факт родства между заявителем и членами семьи, свидетельства о рождении, браке, усыновлении и т.д. Обоснования. Права заявителя переселиться в РФ в качестве соотечественника, аттестатов, дипломов и других документов об образовании и уровне квалификации. Прилагаемые к заявлению документы могут быть выданы в разное время. Если они составлены на другом языке, следует перевести их на русский и заверить нотариально. В некоторых случаях может понадобиться апостелирование. Куда следует обращаться? Соискатели, которые находятся в родной стране, обращаются в консульский отдел российского дипломатического представительства. Посольство России в Республике Молдова находится по адресу 2004 город Кишинев, улица Штефана Челмаре, дом 153. Контакты, телефоны, плюс 373-22-23-49-42, 23-49-43, 23-49-44, факс, плюс 373-22-23-5107, электронная почта. MLProtect больше информации о работе дипломатических представительств. Россия в Молдавской Республике, в том числе о порядке приема в государственную программу переселения соотечественников, можно узнать на официальном сайте посольства.молдова.мид.ру. Срок рассмотрения заявления и финансовые вложения. Бумаги, поданные в посольство РФ, будут рассмотрены в соответствующих государственных органах страны. Законодательство отводит на эту процедуру и принятие решения до двух месяцев. Следовательно, ответ можно получить примерно через 60 дней. Сама подача заявления расходов не предусматривает, но за оформление переводов, изготовление копий, проезд к посольству придется заплатить. Выдача свидетельства об участии в программе. Статус участника программы подтверждается специальным удостоверением. Этот официальный документ изготавливается на бланках строгой отчетности и представляет собой зеленую книжечку. Срок его действия – три года. В свидетельстве содержится сведения о его владельце и о программе его переселения. Документ подтверждает, что участник и члены его семьи приняли на себя определенные обязательства перед российским государством. Взамен оно предоставило им право на получение помощи в переселении и государственные гарантии после прибытия на место, указанное в программе. Решение о приеме в госпрограмму переселения, выдача свидетельства переселенца или его аннулирование, принимают региональные подразделения ГУВМ МВД РФ. Участник программы обязан лично прибыть за свидетельством в посольство. Во время вытащи документы ему объяснят правила въезда в Россию и выезда из нее, перечислят права и обязанности иностранца в РФ. Что делать, если заявление отклонено? При получении отрицательного ответа не стоит паниковать, вместо этого нужно обратиться в посольство РФ и выяснить причину отказа. Иногда она легко устранима, поэтому можно подать заявление еще раз. Не смогут участвовать в программе переселения лица, которые сообщили ложные сведения о себе и членах своей семьи или предоставили поддельные документы. Были депортированы менее пяти лет назад. Любое общество предпочитает приобретать законопослушных граждан. Имеют неснятую судимость за преступления, признанные тяжкими или особо тяжкими, либо отбывают наказание за них. Неоднократно на протяжении года привлекались к административной ответственности. Причастны к деятельности организации экстремистского или террористического толка. Представляют угрозу для жителей РФ и ее конституционного строя. Чтобы оказаться в этой категории, достаточно выступить, например, в интернете, с публичными заявлениями, которые могут быть истолкованы как антироссийские или разжигающие вражду. Добровольно уехали из России на ПМЖ за рубеж. После постановки на учет выехали за границу и не возвращались более шести месяцев. Правила прибытия в РФ. Пересекать границу Российской Федерации следует через легальные пункты пропуска. Именно там иностранный гражданин сможет оформить миграционную карту, которая позволит ему официально встать на учет в территориальном подразделении ГУВМ ВД. Как оформить РВП? Участник программы может оформить разрешение на временное проживание в России как в регионе, выбранном для проживания, так и на территории Молдавии. Обычно выдача РВП осуществляется в пределах квот, выделенных региону. Участники программы под действие таких квот не подпадают. При получении разрешения им не нужен сертификат об уровне знания русского языка, истории и законодательства России. Однако они и члены их семьи обязаны предъявить сертификат об отсутствии наркотической зависимости и опасных болезней, проказы туберкулеза, СПИДа и т.д. Такие справки выдают уполномоченные медицинские учреждения. Получение гражданства РФ гражданами Республики Молдова. Общий порядок получения российского подданства гражданами Молдавии состоит из множества этапов. Например, не ранее, чем через год после получения РВП, следует ходатайствовать о выдаче вида на жительство. И лишь прожив в РФ пять лет на основании ВНЖ, можно претендовать на российское гражданство. Программа переселения соотечественников позволяет стать гражданами РФ по упрощенной процедуре. Ее участники могут получить российский паспорт уже спустя один год. Помощь и льготы для переселенцев. Основные элементы помощи государства в переселении были упомянуты выше. Не стоит забывать о дополнительных социальных гарантиях. С момента прибытия в Россию переселенцы обретают право на трудоустройство и медицинское обслуживание, их дети получают возможность учиться и лечиться. Все эти блага они получают на том же уровне, что и россияне. Заключение. Государственная программа переселения соотечественников в РФ открыла путь для многих молдаван к получению российского гражданства по упрощенной процедуре. Кроме того, государство оказывает таким мигрантам существенную помощь при переезде и обеспечивает тот же уровень социальной защиты, что и гражданам России. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!